клей давай хорошенько сидеть швейки васили тут сегодня отправляемся дальничок но на этот раз не на явке и надеть днепре но на задке ну что вперед попробуем лёха лёха пропал сегодня не поедет со мной но завтра обещала меня где-то перехватить будем ждать до вперед и на таком на рекламу у вас бывают такие дни когда хочется все бросить и куда-нибудь уехать у меня был как раз такой день был список куда я хочу съездить и с кем надо встретиться в обед я закончил работать переоделся взял с собой камеру дрон кошелек и в три часа дня сел на мотоцикл и поехал спрейли влепаю это где-то 400 километров чтобы снять с дрона короводство еще я хотел понять нужен ли мне вообще японский мотоцикл так как почему-то он перестал мне давать эмоции по сравнению с катанием на в колясочных мотоциклах и не поверите в этой поездке я все понял проехал уже я 350 километров и отмечу что первый плюс и панского мото это свобода свобода от размышлений о состоянии мотоцикла не надо думать что там застучало не течет ли масло не перегревается ли мод сколько там бензи осталось заведется он ли после остановки а тут только ты дорога мод и счетчик километров все посчитаем расход топлива на мою зетку это за 1000 2009 года в последней заправке я проехал 206 километров и теперь я залил 11,82 литра и при несложном расчете получается 575 литров на сотню то чуть больше чем я во и намного меньше чем днепр и кстати в этой поездке гупрошка не записала звук но хотя бы остались stories из инстаграма не поверите за мной гнался мой подписчик уже где-то 350 километров здорово время нас поджимала потому что через час надо было уже зачкинется в отель но косяк мост через канал закрыт и откроется только через полчаса а еще надо успеть посмотреть караос и найти отель и мы с лёхой решили ехать в обход вот мы с моим подписчиком приехали на караос то на пляжик сейчас пойдем смотреть где это в этот дом в море дальше заехать нельзя оставляем мацаки здесь история гласит что по приказу императора александра третьего конце 19 века вокруг всего города лепой построили внушительную систему защиты которая считалась самой крутой на тот момент в русской империи но после потерь в русско-японской войне приказали сооружение взорвать полностью сделать это не получилось и потому еще теперь остатки фортов интересно расположились на поближе моря и это только маленькая часть всего сооружения но только посмотрите как это все необычно выглядит и сейчас мы запустим дрон посмотрим как это все выглядит а вы заметили то что я увидел только просматривая видеофайлы почти во всем полете в море плескались нудисты сорян я вас случайно заснял ну а как вы любите голенькой поплескаться я бывает да ну все полюбовались ну теперь быстренько полетим чекенится в гостиницу вот он мост который был закрыт интересно что он поворачивается на 90 градусов когда закрыт но план на сегодня сделан я предупредил гостиницу что чуток и задержусь ну теперь надо по быстренькому добраться до отеля она по-быстрому поезд красный свет красный свет красный свет и добрались до гостиной в отеле остался самый маленький простой номер и тут все по-простому кровать стол телик шкаф и главное душ туалетом но самое приятное в этом отеле будет меня ждать с утра ну а теперь водные процедуры и спать доброе утро завтрак включено сейчас покушаем и вперед мой совет не берите халявный завтрак не могу комбез застегнуть быстренько собрались и в путь потому что у нас сегодня очень плотный график надо заехать на вентас румба встретить супер жмых прокатиться на ср ремота хантера посмотреть на памятник ленина заехать в гости к подписчикам и в сумме проехать больше чем 800 километров и все шло отлично и у нас даже был свой личный эскорт пока километров приехали мы в юркал на у подписчика за троил движок а что тут за мотоцикл у нас быстренько все смотрели единственное что нашли это неисправный датчик температуры воздуха скорее всего мод переливает но он едет и только на определенных оборотах троит решили ехать дальше и приехали в город кулдига заценить вентас румбу а вот кстати и она немного информации вентас румба это самый широкий водопад в европе ее ширина зависит от количества воды от 100 до 270 метров и как гласит история вентас румба образовалась когда строили рыцарский замок кулдиги и стройматериали брали именно из русла реки вента ну а теперь можем любоваться на эту красоту и Продолжение следует... Отдохнули и полетели в Ригу, столицу латвийских мотоблогеров, на встречу со Супержмыхом. А то сколько уже можно общаться только по интернету. Совсем забыл о ощущениях насчет японца. Второй плюс это мото комьюнити. На японцы одномышленников намного больше, чем на ретро мотоцикле. И мотокультура двухколесников намного больше развита, чем у трехколесников. Ну а насчет Риги... Вот на мотоцикле я себя чувствую намного неувереннее, чем на автомобиле. Но это наверное дело привычки. Ага, вот и знаменитая Лайма. Но мы поедем дальше. Так, а что тут у нас за углом? Мод с задранным хвостом? Значит мы по адресу. Спасибо Паше, что уделил нам время. Пообщались, заценили мод. Клей давай, хорош пиздеть. Смотрите кто приехал. Это без жирики. Да будет держаться, куда денется. Из-за Пашкина джиперса. Отметили его. Так что пусть наклейка несет удачу. Пока Паш, удачи. Поехали мы на следующую встречу. И пока я монтирую этот видос, произошло очень приятное для меня и для канала событие. Аудитория достигла тысячи абонентов. Круто, спасибо вам, спасибо нам. Будем дружить. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, предложения, легко оставляйте их в комментариях. А мы с Лехой тем временем подъезжаем к месту встречи с виновником этого события. Мотохантерс. Спасибо тебе, братан, за поддержку. Спасибо тем, кто от него пришли поддержать. И спасибо всем, кто уже поддерживал меня. Кто тут едет? Встретились мы у СФРТ сервиса, где подшаманили СРР Дениса и проверили Лехин мод. Так и было. Поврежден датчик температуры входного воздуха, но можем ехать дальше. А с Хантером мы встретились. Не просто поболтать. А Дэн дал на тест-драйв свою бэху. И мое мнение о СРРе. Хороший мод. Не дерганный. Хотя посадка и креветочная, но сидение удобное. Звук прикольный, со стрелами. Но вот жалко, не записался. Квикшифтер вообще крутая тема. Но я не понял эту фишку со скоростями. То, что первая сверху, а остальные вниз. Типа как у Явы старушки. Но это уже чисто личные настройки. А так, в сумме мод хорош. Но не для меня. Но это не точно. Огромный привет из города Рига. Поедем мы дальше. Теперь, наверное, в Алуксне. Кстати, Леха молчит. В Алуксне браться мы? И поехали мы в Алуксне. Смотреть на памятник Ленину. Наконец-то обед. Подписчик уже кушает. Лоба патитый. О бед. Зелтони бывшая ядерная база. Именно здесь находится самая большая голова Ленина в Европейском Союзе. Это 3,5 метра в высоту и около 20 тонн веса. Раньше эта голова находилась в центре города Алуксне. Но в 90-е годы перевезли на эту заброшенную базу. К сожалению, сегодня получится осмотреть только этот центральный объект. Но ангар, бункера и остальные помещения придется расследовать в другой раз. Кстати, интересно выглядит эта голова. Как будто остальной памятник закопан в земле и торчит только голова. Время нас поджимает. Поэтому мы полетели дальше. Надо успеть завести наклеечки в шкилбены, увидеть границу России и домой. А, и третий пункт насчет плюсов японца. Это масштаб передвижения. Мы проснулись в одном конце Латвии, в Лепае, и за день проедем до второго конца, в границе с Россией. И еще домой. В сумме это будет где-то 800-900 километров. На Днепре или Яве это заняло бы дня 3-4. Под вечер начало холодать, и появились стремные тучи. А я в спешке не взял дождевик. Но до шкилбены пронесло. А здесь, смотрю, развито сельское хозяйство. Дороги ровненькие. Красотища. Свеки Василипуешь и мяты с шкилбенем. Встретился, пообщался с местными мотоциклистами. Привез гостинцы в виде своих наклеечек. Удачи вам. А мы полетели дальше. И большой привет России. Вот этот лес и сторожевая башня, это уже территория России. Дорога очень близко к границе. Под вечер конкретно похолодало. Я тут уже не знал, куда деваться. И лег на бак, и грел руки о двигатель, и пробовал ехать медленнее или быстрее, но задубел конкретно. Тут большой минус третухи. Это ветрозащита, то есть ее отсутствие. Резюме. Поездка получилась шикарная. Встретил крутых перцев, побывал в офигенно красивых местах, не получил ни одного штрафа, и прочувствовал прелесть такого мото. Короче, вырвался из обычной среды. Нормальненько. В сумме за полтора дня проехали где-то 1200 километров. Ну, чуть-чуть многовато. Спасибо, что посмотрели видос до конца. Кстати, отзовитесь в комментах, кто досмотрел видос до этого момента. Очень интересно, зашел ли такой формат видоса. А, ну если кто-то еще не подписан, ну, пожалуйста, подпишитесь. Я от лайкосика тоже не откажусь. Ладненько. Всем пока. До новых встреч.